Путешествия Юрия Зиборова застрахованы в фирме «Балция». Эту страховку ему предложил банк. Но вернуть деньги за расходы, которые возникли при задержке рейса, ему не удалось. Парадокс вкладывается в том, что если у вас куплен билет от пункта А до пункта Б, и посередине есть промежуточные рейсы, то вы никак не застрахованы. Потому что компания возмещает затраты, только связанные с задержанным рейсом. Допустим, если брать на моем примере, это рейс, опять же, берем Рига-Альта, Север-Норвегия, есть промежуточные посадки. Так вот, если первый рейс задержали, в результате чего я прилетел на следующий день, то есть с опозданием на 24 часа, оказывается, остальные затраты, они не возмещаются. То есть, получается, я прилетел в Копенгаген, просидел в самолете 5 часов, затрат никаких не было. А дальше, вот то, что мне поменяли билеты из Копенгагена, я прилетел в пунктозначения на 24 часа позже, эти затраты почему-то не считаются. Получается, вы платите за страховку путешествия, но в результате, ну, вы можете задержаться на два дня, но никто вам ничего не возместит. Представитель страховой компании объясняет, почему в возвращении средств отказано. Если полет, на который регистрируется, клиент опаздывает больше, чем на два часа, или отменяется, мы оплачиваем покупки нового билета. Также и на связанные рейсы. Расходы на питание возмещаются, если клиент ел в аэропорту. По поводу остального клиента нужно обращаться в авиакомпанию, которая и покрыла большую часть расходов, в том числе гостиницу. Мы покрываем расходы, если рейс задержан или отменен, в том числе из-за погоды. Но в этом случае самолет сел в другом аэропорту. Этот риск не застрахован. Чтобы в такие ситуации не попадать, в ассоциации страховщиков советуют ознакомиться с тем, за что вы платите. Предложения компании нужно изучить очень тщательно. Каждая страховая компания этот продукт делает по-своему. И у одной страховой компании там будет ограничение в числа полетов. У другой может быть там какие-то другие ограничения, скажем, по деньгам или по часам или что-то другое. То есть там нет единого стандарта. Продолжение следует...